В столичных детсадах становится все холоднее. Некоторые родители жалуются, что малышам приходится спать и проводить время в неотапливаемых помещениях. Родители, которые вводят своих детей в детсад номер 126 на Буйкана, говорят, что в помещении уже месяц холодно. Именно поэтому мамы и папы вынуждены оставлять своих детей дома, либо же одевать по-зимнему. Такая проблема во многих дошкольных учреждениях, но в некоторых администраторы используют электрокамины или кондиционеры. Между тем, в термоэлектрике уверяют, что готовы подключить к отоплению учебные заведения. У Евгении Бородияну ребенок ходит в 186-й садик на Буйканах. Женщина жалуется, что в учреждении холодно, так как здание еще не подключили к теплоносителю, а через старые окна пробивается холодный воздух. В группах холодно, на улице похолодало, стены тоже холодные. Если в списке 27-30 детей, то на прошлой неделе из всех 30 детский сад посетили только 9-11. Остальные дома болеют. У одного вирус, у другого насморок, у третьего нос. Мы, например, на данный момент госпитализированы. Родители говорят, что подписали петицию с просьбой поменять старые окна, но им ответили, что в этом году в бюджете на это денег нет. Мы поехали в детсад, чтобы разъяснить ситуацию, но директор учреждения не пустила нас внутрь. Наша съемочная группа пыталась получить ответ по телефону, но и тут безрезультатно. Это не единственное дошкольное учреждение в столице с подобной проблемой, но руководство 183-го детсада военичал на Баюканах решение все же нашло. Мы поменяли все окна, двери – это большой плюс. Также мы используем электрокамины. С утра немного разогреваем помещение, а когда дети выходят на прогулку, переносим обогреватель в спальню. Также у всех детей теплое одеяло. Воспитанники детсада также разогреваются, выполняя гимнастику. В холодное время года дети обычно надевают теплые пижамы. Мы также используем довольно теплое одеяло. Во время занятий стараемся играть в разные развивающие игры, чтобы дети разогрели руки и ноги. На улице не сидим на одном месте. Всегда двигаемся на солнечной стороне, чтобы детям было комфортно. Воспитатели признаются, что утром, особенно после выходных, в группах довольно холодно. Поэтому первым делом, когда приходят на работу, отапливают помещение для малышей. В других случаях стараются по максимуму экономить тепло. В четверг, когда ухожу на выходные, закрывают дверь в группу, чтобы поддерживать постоянную температуру. В раздевалке намного холоднее, поэтому бережем тепло, где проходят занятия, чтобы детям было комфортнее. Глава термоэлектрика Василий Лео отметил, что столичные детские сады вскоре могут быть подключены к тепловой энергии. В дошкольных учреждениях, в детских садах средняя температура составляет 15-18 градусов. Это было в четверг на прошлой неделе. Но так как температура последние дни намного ниже, я интуитивно чувствую, что сейчас прохладнее в учреждениях. Сегодня до 14.00 отчитаются заведующие секторами, и мы дополнительно сообщим, какая сегодня температура в дошкольных учреждениях. Если температура ниже 18 градусов, придется подключать дошкольные учреждения к теплоснабжению. Что касается школ, то по словам ответственного лица, заявки на подключение к теплоносителю обычно поступали после осенних каникул, которые в этом году начинаются 26 октября.